Всем привет, народ! В общем, сегодня наконец-то сбудется моя 25-летняя мечта. В общем, я еще с детства всегда мечтал побывать вот на этом чердаке. И он уже открытый. Дело в том, что там какие-то неисправности были, что-то там снесло снегом, короче. И люк с тех пор открытый. Правда, раньше крыша была шиферная, а сейчас мы видим, что она уже обита железом. В общем, сейчас пойду полазью, посмотрю, что там вообще и как. И там хотел я посмотреть всегда, где голуби делают свои гнезда, потому что там голубей постоянно полно. В общем, сейчас пока на паузу и полез. Так, друзья, я залез. Все боялся, как бы не выпал телефон с кармана. И хочу посмотреть, все-таки, что тут и как. Остатки железа. Когда меняли крышу. Трубы. Так, с этой стороны провода. Главное, ноги не проснуть. Я вообще в тапках хожу здесь. Остатки стекловаты. Рубероида. Кобеля. Короче, друзья, свершилось. Много лет прошло, я все-таки воплотил свою мечту. Так, от строителей осталась сломанная рулетка. Ой. Еще труба. Разломанный шифер. Сейчас уже все железное. Шурупы торчат. Как-то непонятно. В окошечках. Там другой дом видно. Да, я еще помню, когда все это дело шиферное было. Маленький я был. Вентиль напоминает из... Как он от производителей игры Half-Life, там, Вэлвел какой-то контора. Ох, сколько здесь помета птичьего. Через такие отверстия сюда голуби залазят вечно. Где-то гнезда у них тут есть по-любому или были. Труба. Прям в квартиру идет. И чуть-чуть укрыто. Это, видать, отопление, что ли. Ничего за трубы такие тонкие. Так, бутылка из-под водочки. Кто тут водочку в финляндский дар бухал. Так, остатки железа. Ох, а это когда-то была, как я понимаю, антенна. Это тройной зигзаг, как я понимаю, был когда-то. Ой, ну да, даже какой-то, фиг пойми, какой зигзаг был это. Круто. О, еще антенна. Не пойму, в чем смысл ставить. Был антенны здесь. А, ну, возможно, он через шифер сигнал проходил. Сейчас крыша металлическая, поэтому здесь... Засранная голубями. Нифига сия. Антенна достаточно современная. Аналогичная лежит. Ой, еще такая антенна. Ой, шифер под ногами ломается. Тут на одних антеннах можно разбогатиться, если их снять. Шучу, конечно. О, господи, а это что такое? За конструкция посреди крыши. Так, обрезки. Здесь забит чопик. Кусок шланга. Бочка. Здесь еще какой-то. И что-то, какой-то... Не знаю, как назвать. Бойлер или что это. Круто, что-то система отопления какая-то. Видать, было. А может, еще и работает. Интересно, если я полезу, я навернусь. Так, друзья, везу в прямом эфире. У меня нет возможности потом монтировать. Так, здесь стекловата. Здесь бочка. Какие-то провода даже шли. Внутри паутина и сухо, короче. Ничего там нету. Что-то типа Тена какого-то стояло там. Или что-то такое, я не пойму. Все, друзья, в прямом эфире. Так как монтировать я не смогу, сразу буду закидывать с телефона. Вы уж, так сказать, извините меня за то, что всякие вот эти вот мои коленки листаются. То есть, листаются, говорю, мелькают. Так, шланг достаточно современный. С хомутами. А, вот она, наверное, труба выходит на улицу или нет. Какая-то труба, короче, вздома торчит на улицу. А, вот это идет. Вот эта вот труба. Видимо, когда переполняется, какой-то сброс должен идти. Так, попробуем пролезть. Ага. Так, остатки голубиных перьев. Возможно, тут... О, точно здесь было гнездо. Друзья, это замумифицированные остатки птенчика. Лапа, в общем, птенчик сдох. Вот голубиное гнездо было. Я еще вам ужасы показываю. Вот, мумифицированные, многолетние, может, десятилетние остатки. Брр, детям не смотреть, короче. Вот это тоже, скорее всего, голуби, возможно, делали... А может, просто разбитое пакле валяется, короче. В общем... Ох, сколько здесь птичьего помета. Когда, а, вот здесь они сидят, получается. И вот оно все сюда падает. Вот с этой вот доски. Ну, здесь сейчас голубей нет. Никто, как бы, не... Так, еще труба идет. Да, это, скорее всего, трубы отопления выходят. Остатки газеты. Или что-то... А, нет, рубероид, это обертка. Так, видите, тоже здесь прям две такие кучки. Это какают с этой, короче, деревяшки. Они сюда и так лупят. Вот, что ж, двумя такими холмами вытянутыми образовалось. Так, еще одна такая же антенна. Но эти все антенны сейчас обрезаны. О, кстати, слышно, как голуби воркуют. Где-то. О, выключатель. Когда-то тут свет, что ли, был? Так, труба идет. Ну, это вытяжка канализации, так сказать. Вот для выравнивания атмосферного давления. О, здесь тоже люк есть. Это другой уже подъезд. Голубиного пометла. Здесь просто мраки. Какие-то железки. Железки. А вот с этой жердочки, видать, гадят так, что ж. Просто сталактиты, сталагниты из помета куриного. Куриного, говорю, голубиного. О, и там так же. О, еще одно окно. Форточка выбито. Куски труб. Остатки от антенны. Тут кто-то вот не парился и антенну прямострячил. О, друзья, какой вид открывается. Кстати, между делом скажу, хочу в поход сходить вот на эту вот макушку, так сказать. Или на ту, не знаю, короче, на те горы хочу сходить в поход. Не знаю, как получится. Какие-то остатки тряпок. Это что такое? А, думал, дохлая птичка. Это кусок рубероида. Ой, сколько здесь хлама. Еще одна антенна. Еще антенна. Так, вот по доскам. Опасно ходить, можно ногу проткнуть. Хожу потихоньку, чтобы снизу никто меня не услышал и не прибежал. Раз, еще антенна. Короче, вон еще антенна. Так, тут паутина всякая висит. Голубей нет на крыше, становится интересная. Трубы опять, лесенка. В общем, вот такой вот пейзаж тут. Ну все, друзья. Уже видео более 10 минут идет. Поэтому буду закругляться еще. На YouTube это все дело залить надо. В общем, вот такой, друзья, чердак. А я сейчас еще сюда фотку сделаю кого-нибудь. Ладно, все, заканчиваю. Пойду вниз. В общем, моя мечта детства со школьных лет, так сказать, сбылась. И, наконец-то, я побывал на этом чердаке. Опять остатки от антенны. Монеты здесь искать смысла нету. Да, я приехал в отпуск и без металлоискателя, кстати. Сафаря в ручной кладе проблемно провести. Так как, кроме металлоискателя, еще были вещи. Так что мы в отпуске в этот раз без поиска монет будем. Ну все, друзья, прощаюсь с вами. До новых встреч. Увидимся. Будет что-то интересное. Еще вам буду скидывать.